Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей и сегодня мы будем читать десятую главу этой книги. И мы читаем «И взял Самуил сосуд с Елеем и вылил на голову его, то есть на голову Саула, и поцеловал его и сказал, вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых, в цел цахи, и они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать». Почему Самуил предлагает ему пережить встречу с этими людьми? Во-первых, эта встреча будет близ гроба Рахили, а как мы знаем из книги Бытия, Рахиль похоронена между Вифлеемом, Бейтлехемом и Иерусалимом, Иерушалаймом. И те, которые посещают Святую Землю и едут из Иерусалима в Вифлеем, не знаю, как теперь, но раньше всегда проезжали через эту гробницу Рахиль, которую охраняют еврейские солдаты с такими смуглыми лицами, как правило, потому что это те, которые из колена Вениаминова, которым принадлежал и первый еврейский царь Саул. И то, что люди должны будут сказать Саулу, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. Здесь сам народ еврейский предстает в образе этих ослиц, которых надо найти и управить ими, защитить их, может быть, от филистимлян. И они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, то есть о Сауле и о его слуге, говоря, что с сыном моим, прежде всего, конечно, беспокоится о сыне, и пойдешь оттуда далее, придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущие к Богу, в Вифиль, что значит, идущие к Богу. Это не в том смысле, что идут умирать. Они идут взыскать пророчества. Тогда так это и называлось, человек говорил, я пойду Господа вопрошать, а шел к пророкам. «Один несет трех козлят в дар пророкам, другой несет три хлеба, третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их». То есть вот эти события, они должны были укрепить вере Саула, что действие пророка Самуила — это не просто так. Вот сейчас ты увидишь, что он настоящий пророк, потому что все, что он тебе говорит, оно будет исполняться буквально. «И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. А после того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сом пророков». Вот это надо объяснить, а почему собрание пророков было там, где близко находился охранный отряд филистимлян. Пророки, как бы пограничники некие, они оберегали святую землю и делали пророческие школы близ границы, чтобы защищать народ Божий. Как экзорцисты, они защищают народ Божий от бесов злых, от духов злых, так и пророки должны были защищать народ Божий своими молитвами, своими вдохновляющими пророчествами от филистимлян. «И когда войдешь там в город, это пророческий город, встретишь сон пророков, то есть целый сон, огромная группа пророков из пророческой школы, сходящих с высоты, и перед ними псалтыри, темпаны, свирель и гусли, и они пророчествуют». Древние пророки считали, что если усилить игру на псалтыре, на темпане, свирель и гусли, это может ускорить установление пророческого контакта с Богом, и пророк начинал пророчествовать. Но то, что говорит Самуил далее, это еще более удивительно. «И найдет на тебя, то есть на Саула, Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Ведь о пророчествах мы знаем, что никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, движимые Духом Святым. То есть ты теперь будешь, как царь, движим Духом Святым, как помазанник, а помазание – это действие благодати от Духа Святаго, ты будешь движим в своих действиях праведных и благочестивых, те, которые будут под контролем Бога, ты будешь движим. Конечно, Саул не сохранил чистоту этого помазания, но вот в тот момент он был на высоте, и он действительно сделается иным человеком, новым человеком. Когда эти знамения будут сбываться, сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобой Бог. В каком случае человек может делать то, что он хочет делать? Нет, когда он движим Духом Святым, а не в том смысле, какая у него мысль, какое у него настроение, вот так он будет поступать. Нет, если мы руководствуемся Божьим Законом, как Августин говорил, «люби и делай все, что хочешь». А что значит «люби»? Сказано «любящие исполнят заповеди». То есть «исполняй закон Божий и делай, что хочешь». То есть смысл немножко другой. Когда мы руководствуемся заповедями Бога, мы действительно становимся абсолютно свободными в тех или иных наших решениях, но в рамках исполнения заповедей Бога, что и обозначается словом «любовь». Любовь как совокупность совершенств, которая регулирует через закон Божий наши отношения с Богом, это первая скрижаль, и наши отношения друг с другом, это вторая скрижаль. «И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду, к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». В Галгале должны будут сойтись люди, но Галгал станет и таким серьезным испытанием для Саула, и он не очень хорошо выдержит это испытание. Святитель Иоанн Златоуст в трактате против иудеев пишет, «Когда нужно было совершить над кем-нибудь помазание, не спосылалась благодать духа, и не сходила на елей, и тогда пророки совершали эти действия». Кто считался помазанником в то время? Или пророк, или царь. Вот эти две группы лиц, они считались помазанниками божьими. И первосвященник, священники тоже помазанники божьи. Таким образом, и мы, христиане, будучи помазаны святым миром, благодатью Духа Святаго после крещения, мы становимся все по благодати царственным священством. Хотя у нас есть сугубое священство, и сугубые цари, даст Бог опять появится на русской земле. Ипполит Римский пишет, «Из всех людей, только мы, христиане, совершаем это таинство и помазываемся тогда невыразимым помазанием из рога, подобно Давиду, а не из глиняного сосуда, подобно Саулу, который имел общение с лукавым демоном плотского вожделения». Действительно, вот Ипполит Римский, это его трактат о провержении всех ересей, он очень внимательно читающий Писание, обратил внимание, что Саул помазан был из глиняного сосуда, а вот когда будет помазание Давида, царя, мужа, который по сердцу Богу, его помажут из рога. То есть его уровень помазания будет значительно выше. И далее мы читаем, «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце». То есть он стал другим, новым человеком. «Избылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков». То есть огромное собрание пророков. «И сошел на него, на Саула, Дух Божий, и он пророчествовал среди них». То есть он становится пророком по благодати, как царь Давид, он был и пророком, и помазанником Божьим по благодати. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками, пророчествует, говорили в народе друг другу, что это стало с сыном Кисовым, неужели и Саул во пророках? Людям это было трудно понять, каким удивительным образом вот этот молодой человек становится вдруг еще и пророком. Они же не были еще посвящены в тайну его помазания святым миром на цари. «И отвечал один из бывших там и сказал, а у тех, кто отец?» Ну да, Саул из простой семьи, из самого маленького колена Израилева, а вот сомн пророков, там тоже разные люди, может быть, даже с разными нравственными качествами. А что же удивляться, если действие Духа Святаго, оно совершается так, что Дух дышит где хочет, Он сам избирает, на кого Он изливается. А откуда приходит, куда уходит, мы не знаем. На этом настаивает Христос. И далее. «Посему вошло в пословицу, неужели и Саул в пророках?» И перестал он пророчествовать и пошел на высоту. То есть ему надо было подниматься все выше, 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 восходя в своем служении теократического монарха, то есть монарха, пророка, который подчиняется воле Бога. «И сказал дядя Саулов ему и слуги его, куда выходили?» Он сказал, «Искать ослиц». Но, видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саулов, «Расскажи мне, что сказал вам Самуил?» Ведь интересно узнать, что пророк, прозорливец говорит о их ороде. «И сказал Саул дяде своему, он объявил нам, что ослицы нашлись, а того, что сказал ему Самуил, пророк о царстве, не открыл ему». То есть это был огромный секрет, и не каждый мог быть посвящен в этот секрет. Большинный Августин настаивает на том, что Дух Божий действует разнообразно через уразумение, видение и духовное восхищение. И не надо удивляться, что, казалось бы, обычный человек переживает состояние пророчества. В истории еврейского народа был случай, когда они все, у них только мужчин было, 600 тысяч человек во время исхода из Египта, и сколько же было еще детей, женщин, стариков. Они все пережили, как народ, пророческое состояние. Ведь пророк – это тот, который слышит голос Бога. А под Синаем, под горою Синайской, весь народ слышал голос Бога, переживал это пророческое состояние. Но они не могли, обычные люди, долго переживать это состояние, и они стали умолять Моисея, пусть Господь говорит с тобой, не с нами, потому что они понимали, что надо иметь некие нравственные качества, чтобы соответствовать возможности слышать голос самого Бога, Создателя. Тартулиан в трактате о душе пишет, «И злой дух может возрастать в человеке. Дух Божий позже обращает Саула в другого человека, то есть пророка, когда говорили люди, что это сделалось с сыном Кисовым, неужели и Саул в пророках, но злой дух обратил его же», то есть Саула, потом, когда он будет гоняться за Давидом, в иного человека, то есть иного со знаком минус, а не со знаком плюс, когда Дух Святой его сделал иным, новым человеком. «Но злой дух обратил его в иного человека, иными словами, в отступника». И далее Тартулиан пишет, «Было время, когда Иуда причислялся к избранным апостолам и даже был хранителем казны, то есть ему было оказано доверие Иуде, что он носил ящик для сбора цедаки, пожертвования. Тогда еще он не был предателем, хотя не был и честен, а затем в душе его обнаружился дьявол». Итак, если при рождении души человека в нее не входит ни Дух Божий, ни дьявол, то она должна существовать отдельно до вхождения в него того или другого духа, то есть человек должен настраиваться на Дух Божий, Дух Святой, отвергая действия злого духа. А если она, душа, существует отдельно, то она проста и не смешана своей субстанцией, то дышит просто, не иначе, как из субстанции, обретенной от Бога. То есть кому-то, может быть, лучше было бы не дерзать подниматься на высоту общения с Духом Святым, и пусть этого не извергнуться в состояние общающегося со злым духом, что произойдет с Саулом, который очень хорошо начал, на котором возлагались огромные надежды, которые он не оправдает. Это же произойдет и с Иудой, который был призван Иисусом Христом. И мы не видим, что Христос обделял его своим вниманием напротив, и ему было оказано доверие ходить с этим ящиком для сборных пожертвований, но он потеряет все. И далее говорится о том, как выбор Господа, когда Господь избрал Саула, становится известным народу. «И созвал Самуил народ Господу в массиву и сказался нам Израилевым, так говорит Господь Бог Израилев, я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас». Возможно, что когда Саул был в Галгалии и сподобился таких возвышенных чувств, он возгордился. И тогда началось его падение, когда благодать Божия обильно действовала через него. Ибо когда человек начинает приписывать себе действия благодати своим собственным заслугам, это и есть выпадание из духовного мира, как и дьявол пал, возгордившись высотой того положения, на которое поставил его Господь Бог. И Самуил продолжает говорить, «А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему, то есть Господу, царя поставь над нами, и так предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим». То есть будет делаться попытка обнаружить царя. Конечно, Самуил знает тот царь, но теперь народ должен в этом тоже убедиться. «И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминова». Через что указано? Урим и Тумим. Тогда они имели вот этот такой, так и хочется сказать, прибор, это такая пластина, на которой были камни разные, и когда вот Урим и Тумим, и два камня, и плюс вот этот нарамник, это соединялось, некоторые камни начинали светиться, там были буквы, там были имена, колен Израиля, и указано колено Вениаминова. И велел подходить к колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матрыева. И приводят племя Матрыева по мужам, и назван Саул, сын Кисов, и искали его, и не находили. Он уже царь, да, но он боится, он опасается, он прячется. «И вы просили еще Господа, придет ли еще он сюда?» И сказал Господь, вот он скрывается в обозе. Действительно, Господь все прорисает, все видит. «И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа». И сказал Самуил всему народу, «Видите ли, кого избрал Господь?» Подобного ему нету во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал, «Доживет царь». И давайте посмотрим, что пишет Григорий Великий, это его пастырские наставления. «Большей частью человек, учась встречать превратности жизни, дисциплинирует свое сердце, когда же кто достигает познания высшего правления, все тут же меняется, и появляется гордость за высокое положение». Было так, что Саул изначально, понимая свою недостойность, бежал от почести правления, но теперь принял их и исполнился гордости, стремясь к почестям от народа, и не желая слышать упреки, он теперь отстраняется от того, кто помазал его на царство. То есть начинает чуждаться пророка Божия Самуила. Люди испытываются Богом по-разному, но самое тяжелое испытание – это испытание славы, величия, то, что называется медный трубок, все фамфары звучат в честь человека. Вот тут аскет может рухнуть, потерять все, что достиг. Мы знаем, что когда святых отцов окружали особым почитанием, они просто убегали с этой местности и переселялись в местность, кто никто их не знал. Есть такой известный случай. К Ави Антонио пришел один монах из соседней обители монастырской, и говорит, я хочу перейти в ваш монастырь. Антоний спросил, зачем? А у меня там келенник, он меня ругает все время, я измучился от этого человека, хочу жить среди вас. Антоний сказал, да, прямо сейчас, в мою келью, а я перехожу в твою келью. Тот монах смутился и говорит, а почему такая поспешность? Антоний говорит, да я вот местным мужикам, бедуинам подплачиваю деньги, чтобы они на меня кричали, а тут бесплатно. Этот монах задумался и говорит, я еще подумаю, вернулся в свою келью к этому неудобному соседу. А что пишет Григорий Великий? Это его нравственные беседы на книгу Иова, иначе они называются морали, на книгу Иова. «Некоторые люди – суть трава в глазах Бога, а среди людей почитаются под названием святых, ибо в глазах людей жизнь их показывает одно, а перед судом Божиим сознание их стремится к другому. Они тем самым, по мнению людей, избранники, а для высокого суда Господа они – трава. Разве не был таковой в глазах Бога Саул, о котором пророк Самуил сказал народу, видите ли, кого избрал Господь? И о нем же выше сказано молодой, красивый. Так тот, кого заслуживал грешный народ, был и развратным в глазах Бога, и в силу сложившихся обстоятельств избран им же Богом. То есть, если люди хотели царя, как у прочих народов, они его получили, а то, что его нравственных качеств было недостаточно, и что Господь имел в своем намерении другого царя, Давида, они тогда об этом еще не думали. Далее рассказывается с 25 по 27 стих, как Самуил продолжает управлять народом. И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ, каждого в дом свой. Так же и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили, ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал такого. То есть здесь мы видим, что только немногие последовали за Саулом, а в основном народ смотрел на него с неким сарказмом, а что может сделать этот молодой, еще молодой человек. Блаженный Августин пишет, «И нет сомнения в том, что не может воле человека противостоять воле Божией. Ибо Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. И он же, Господь, совершил то, чему еще только быть. И не может воле человеческой помешать ему осуществить то, что он, Господь, хочет. И самой волей человека совершает он сам то, что хочет». То есть Господь-то ожидал Давида, когда он зайдет на царство. Народ хотел Саула, Господь попускает им, чтобы они имели Саула царем над собою, но это не значит, что Бог во всем одобряет Саула. Господь попускает над нами благочестивых правителей, когда мы сами благочестивые, и ставит над нами жестоких правителей, когда мы сами жестокие, неблагочестивые. Или правитель может быть в начале своего правления очень благочестивым человеком, а потом его благочестие сменяется на гневливость, на раздражение, когда он видит, как круг ненависти, предубеждений вокруг него сжимается все теснее и теснее. Августин пишет, возьмем, например, Саула, когда Богу было угодно поставить Саула царем над Израилем, было ли то во власти израилетян подчиниться Саулу или не подчиниться? В некотором смысле да, однако не таким образом, чтобы они смогли противостоять самому Богу. Если Бог попустил Саула, то надо подчиняться. Как наши князья говорили, Батыю, Хану, твоим идолам мы не поклонимся, тебе поклонимся, ты за наше окаянство над нами поставлен царем. И народ, который неправильно избрал Саула, который таким образом косвенно отвергал царя царей самого Бога, теперь они должны были подчиниться этому царю. Августин пишет, «По сути дела, Господь осуществил свою волю посредством воли самого народа, располагая своей всемогущей силой склонять сердца человеческие в том направлении, которое ему угодно». И вот записано, также и Саул вошел в дом свой, в Гиеву, и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог, а негодные люди говорили, ему ли спасать нас, и презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечает того, то есть до времени не замечает, потом он, кстати, очень жестоко некоторым отомстит. «Поистине», восклицает Августин, «никто не скажет, что кто-то из тех, чьи сердца были затронуты Господом, не пошли с ним, и никто не скажет, что пошли с ним те негодные люди, чьи сердца не были затронуты Господом». То есть человек как бы предполагает, а Бог все-таки всем располагает. И в трактате, который называется «О предопределении святых», тот же Августин пишет, «Когда Господь желает осуществления чего-либо людьми, за исключением немногих, желающих того же всей душою», то есть это очень редко, когда желание человека может совпадать с желанием Бога, это только у богочестивых людей, то сердца предварительно нерасположенных, а будут в нужном ключе, направленных Господом, который чудесным и необъяснимым на словах образом действует в нас и пробуждает волю, как будто бы это не имело отношения к обсуждаемому вопросу». То есть на самом деле Господь использовал воцарение Саула для того, чтобы воцарился Давид. Народ ищет царя, как у других народов, Господь дает им временного правителя, который отчасти выполнит волю Бога, начнет освобождать израилетян от филистимлян, а отчасти станет, как притеча перед Христом, ибо Саула сменит Давид, истинный помазанник Божий, истинный Христос, ибо слово «Христос» означает «помазанный», а помазали царей, пророков, первосвященников, и Христос, абсолютный помазанник, абсолютный Христос, в себе самом он совмещает три этих служения. Он царь царей, он пророк, он первосвященник. И в православном догматическом богословии митрополита Макария мы так и читаем, что в истинном человечестве богослово Христос совершает служение и первосвященника, и пророка, и царя, потому что он был не только Бог, он был еще и человек на высоте духовного подъема как царь, как первосвященник, как пророк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok